добрый вечер все те кто присоединились для того чтобы поговорить сегодня о панических атаках предупреждаю сразу что эфир будет не для всех для тех кто либо знает уже про себя что он страдает паническими атаками либо либо хочет узнать что это такое и обнаружить у себя все симптомы потому что на самом деле как показывает статистика и мой личный опыт очень многие люди просто даже не знают что у них панические атаки а думают о том что у них инфаркты инсульты что что то не то сердцем что с ними происходит какое-то страшное заболевание и сейчас если вдруг такие люди подключились нашему эфиру они могут вздохнуть с облегчением потому что паническая атака совершенно не не инфаркт не инсульт и не какое-то серьезное сложное заболевание сейчас одну секундочку кать можешь кондиционер включить пожалуйста мы тут сидим в душном здании кстати духота это враг панической атаки потому что очень часто именно когда душное помещение или метрополитен или жара в общем любая духота является таким механизмом запуска панической атаки так со звуком все в порядке все меня слышат все готовы ну давайте начнем с того что вот первый же вопрос не попал глаза вы врач нет я не врач я человек который 16 лет страдал паническими атаками страдал в самых сильных проявлениях с периодическим вызыванием скорой то есть у меня были периоды когда ко мне скоро приезжала каждый день практически в течение нескольких недель потому что я была уверена что я умираю я падала в обмороке в общественных местах вот от страхов от головокружения и так далее я перестала спускаться в метро очень давно это было я никоим образом об этом сейчас не жалею потому что есть возможность ездить на машине на машине но когда это все со мной началось а мне было тогда где-то около 24 лет естественно у меня тогда еще и машины не было это сейчас у нас молодые до ранние зарабатывают миллионы в мое время мы всего достигали сложным трудом с низов можно сказать в 24 года меня не было еще автомобиля я ездил на метро и из-за панической атаки я перестала спускаться в метрополитен я человек который 16 лет искал возможности справиться с этой бедой начиная от осознания что такое вообще что у меня паническая атака не инфаркт инсульт и прочие сложные серьезные заболевания и заканчивая тем как как успокоить эти приступы да как сделать так чтобы паническая атака быстро отпускала если вдруг она возникла вот а также поиск ответов на вопросы почему это со мной что с этим делать как катя а что у нас кондиционер открой тогда окно пожалуйста очень душно у нас максимально душно вот и а за окном идет ремонт поэтому видите я же жертву на своим состоянием для того чтобы в меня было хорошо слышно вот соответственно поиск ответов на всевозможные вопросы можно просто кнопка что открыть окно до меня хорошо слышно мы открыли окно и нашли пульт все сейчас будет у нас хорошо прохладно вот вы тоже сделать пожалуйста прохладнее особенно если у вас есть панические атаки это очень важно это один из лайфхаков никогда не допускайте чтобы вы сидели находились душном помещении потому что духота это основной можно сказать такой спусковой механизм из-за чего наши сосуды могут повести себя таким образом что случится паническая атака у вас на какой почве это первый раз произошло дело в том что у панических атак конечно же есть психологические причины психологические причины их несколько и как правило основной механизм запуска панической атаки это стресс определенного характера стресс который вы пережили да мы же обычно как привыкли в наше современное время никто же у нас то есть если в тех же деревнях где говорят в деревнях не бывает панических атак да люди которые склонны к тяжелым физическому труду вроде как ими не страдают советское время еще некоторые мне пишут никто не знал что такое панические атаки знали просто люди честно говоря так же точно жили в абсолютнейшем дискомфорте всю свою жизнь и не могли найти причину все это было и в основном конечно панические атаки это болезнь больших городов где люди привыкли с своим стрессом справляться легко и непринужденно то есть вы стрессом или но предположим там расстались с любимым человеком что обычно советуют да забей ты да вот все родственники да чё ты убиваешься все переплюнули давай на зло делай вид что ты счастлива живешь что все у тебя в жизни хорошо не показывая свои боли своего страха разочарования ну и так далее что делает обычный современный человек во время стресса делает вид что все нормально это то что делаем мы в общем-то всегда притворяемся что все у нас хорошо и наши эмоции те которые мы испытываем яркие знаете как но обычный человек да там изменил там парень пошла морду набила ему его за злобе всем какой-нибудь человек там испугал тебя ты от него начнешь бежать ну и так далее то есть в природе человека нормально реагирует на любую эмоцию то есть разозлили злиться испугался бежать так были созданы люди раньше задуманные изначально люди как животные в том числе то есть любая эмоция должна получать тут же отклик в теле если ты не испугался будь добр побежать это инстинкт если ты разозлился будь добр подраться и выказать свою злость если ты расстроен разочарован будь добр добр выйдь на луну от горя орать визжать страдать но что делаем мы мы ничего этого не делаем мы все свои эмоции прячем вглубь и вот этот шок этот стресс который мы испытываем когда не знаю что-то случилось не дай бог с нашими близкими кто-то умер уволили с работы переехал в другой город то есть любой стресс у нас откладывается в теле мы его как бы не замечаем то есть мы чувствуем этот шок у нас начинает биться сердце да все вот это происходит с нами но вместе с тем мы говорим себе нет 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 возьми себя в руки перестань переживать да что что такое вот и все и мы проехали дальше и мы живем дальше стараемся на публике не показывать своих эмоций прячем их даже самих от себя но в теле этот стресс остался и наше тело запомнило что она испугалась она расстроилась она разозлилась и и достаточной реакции в какой-то момент когда мы уже и знать-то забыли ну собственно да или пока по крайней мере слегка по утихли страсти и мы чуть-чуть уже собственно успокоились в этот момент наше тело дает обратную реакцию она делает все то что мы должны были сделать в момент стресса она начинает бежать от этого сердцебиения под ну когда человек собственно испуган он бежит не убьется сердце он потеет отсюда головокружение потому что нам страшно а мы бежим в неизвестность отсюда надо бывает паралич симптомы отсюда извините медвежья болезнь потому что мы испугались мы стресса нули мы идем собственно на сразу по нужде отсюда же более невротические в сердце потому что конечно же сердце второе в стрессе в шоке она принимает на себя нагрузку переживания расстройства то есть по факту мы получаем все те эмоции все те физические проявления наших эмоций которые мы проглотили съели и забыли если вы вспомните из-за чего у вас случилась первая паническая атака и отмотаете немножечко назад вы наверняка припомните какой стресс вы испытали до этого отматывать можно и на месяц вперед организм такой странный товарищ он может все последствия стресса показать и спустя месяцы смотря смотря насколько сильно вы подавили свои эмоции в тот момент так вот когда я впервые испытала паническую атаку тогда как раз в моей жизни то ничего плохого не происходило я тогда работала на маленьком канале телеканале и меня позвали работать на телеканал стс и стресс был какого рода жизнь меняется из-за девочки которая выходила в эфир на москву я вдруг с огромной ответственностью на меня свалилась я должна была записывать интервью со звездами с земфирой с питкуном там в общем с гурченко с кобзоном я тогда работала в программе шоу-бизнес на стс и я должна была записывать вот эти все интервью очень сложные и вот из такой спокойной ровной жизни когда я привыкла я хотела я хотела быть расти я хотела вести хорошую программу но хотеть то я хотела а мой организм для него это был большой стресс потому что жизнь поменялась такая ответственность нужно готовиться к интервью я все время переживала что меня пошлют вообще все эти звезды скажут что это такое вот что это за девочка почему она задает нам такие провокационные вопросы в общем я была во внутреннем напряжении и стрессе то есть я фактически всегда вот если взять развернуть мои эмоции в тот период с каждого из этих интервью я хотела убежать вот просто я когда на него шла я думала господи сейчас я задам какой-нибудь вопрос там был какой-нибудь Валерия я кстати задавала такие вопросы тогда я помню задавала ей вопрос правда ли что ваш муж шульгин тогда у него был муж вас бьет и Валерия конечно же мне отвечала что нет не правда ну потому что она не могла тогда рассказать эту правду только слухи ходили и вот такого формата вопросы я должна была задавать звездам мне прописывали собственно говоря редактора вот эти вопросы я обязана была их задать а для интеллигентной девочки которая у своей подружки лишний раз не спросит ничего такого жесткого и как-то с эмпатией относится к личной жизни другого человека конечно это был дикий стресс и каждый раз когда я сидела на этом интервью мне хотелось скачать и убежать представляете сколько раз мой организм хотел повиноваться своим инстинктам скачить и убежать сломя голову чтобы только мне не надо было делать вот эту вот сложную для меня задачу и вот так вот за раз за разом я брала эти интервью у меня то есть это был каждый раз дикий стресс потому что жизнь меняется я все время боюсь идти на встречу с этими звездами задавать ему провокационные вопросы что в какой-то момент я получила реакцию организма но проблема вся в том что у кого-то случаются панические атаки у кого-то нет а вот тут уже вступает индивидуальность тут вступает наличие у человека вегет сосудистой дистонии то есть определенной скажем такой разбалансированности работы парасимпатической симпатической симпатического отдела нервной системы также некие проблемы с сосудами дистонии то есть когда например от духоты вам становится дурно от алкоголя вам становится плохо если вы там лишнего чуть выпили от кофе вам тоже становится не очень то есть все эти симптомы указывают на то что у вас есть проблемы с сосудами что не так работает сосудистая система вот и на вот людей с вегет сосудистой дистонии как следствие возникает паническая атака это реакция на стресс повторюсь у меня это была реакция на ту работу которую я делала но очень боялась мне было страшно безумно брать эти интервью в какой-то момент я пришла домой вечером умылась легла в кровать а еще я в тот момент влюбилась да у меня была такая первая настоящая большая любовь не сразу все хорошо складывалось это тоже для меня очень я нервничала потому что это всегда нервное дело влюбленность и собственно говоря в этот момент когда я пришла домой и легла спать и думала вот о своих чувствах о своей работе вдруг я стала закрывать глаза и поняла что я просто паду в оморок то есть я начала ухать как в каком-то знаете таком туннеле как будто ты и тебя вот такими вот накатывают такие волны неприятные какого-то страха одновременно какого-то ну неведень то есть ты не понимаешь что с тобой происходит ты просто как по туннелю в какую-то пропасть черную проваливаешься я не могла уснуть естественно потому что мне казалось что я сейчас закрою глаза и умру что это смерть все вот она как выглядит вот она не с косой а вот это вот закрываешь глаза и куда-то проваливаешься в какие-то вообще дебри ухо это голову стала вот так вот дико сдавливать виски потом появилось давление в груди соответственно боль как мне казалось сердце то есть где-то вот тут вот побаливает очень сильное давление как будто бегемот сел на грудь но это я сейчас так смешно рассказываю а тогда конечно мне казалось что я задыхаюсь я не могу собственно говоря так друзья давайте я сейчас пока отключу комментарии сейчас я пойму как это сделать как отключаются комментарии так куда нажать так комментарии вот тут вот может быть друзья напишите как отключить комментарии а вот тут нашла кнопочку вот все выключила извините я выключил комментарии потому что очень много бездельников которым вот нравится сидеть и анонировать на происходящее на экране вот и писать об этом чтобы все знали так вот в тот момент когда значит я вот это все начала чувствовать у меня случилась естественно огромнейшая паника я не знала вообще что с этим делать я тогда помню что я хорошо слышно вот потому что у меня какой-то здесь был отвлекающий момент так вот я жила с мамой и я еще так устроена что я как-то побоялась что ли ее будить мне было страшно как бы ее напугать потому что она очень такая как сказать ну легко пугалась вот поэтому я ничего ей не сказала она так и спала в комнате а я просто вот умирала скорую я тоже звонить боялась потому что у меня просто фобия врачей больницы я до последнего если там у меня не будет просто не знаю там реально если я не буду умирать я сама в больницу никогда не позвоню обычно в моей жизни было такое что меня отвозили один раз в больницу но это мой близкий человек просто уже отвез там с животом у меня были проблемы отвез потому что понял что мне очень больно и не знал что с этим делать сама бы я бы никогда не поехала я бы пила бы таблетки и никогда бы никуда не поехала именно поэтому я тогда не вызвала скорую я была очень напугана одна и поскольку у меня у меня беспокоило сердце вот эти вот головокружение слабость я не могла встать с дивана то конечно я стала вспоминать что от сердца обычно принимают вспомнила что там какие-то ну вот самораспространенное кроволол, валидол пошла, рылась в маминой аптечке нашла собственно говоря что-то подобное валидол по-моему такую таблетку которая с мятным таким привкусом рассосала ее и потихоньку не сразу а где-то там под утро меня отпустило то есть я еще с этим мучилась, мучилась, мучилась а потом не помню как заснула то есть где-то совсем под утро с утра проснулась все у меня страх что делать с сердцем проблемы надо идти срочно к врачам сдавать анализы естественно никуда не пошла потому что на следующий день уже было нормально где-то там через пару дней все это дело повторилось причем я была где-то на гастролях и там на гастролях я в своем номере тоже умирала и никому не могла ничего сказать но я уже поняла что нужно рассасывать валидол вот я рассасала валидол и это тоже как-то меня спасло но история вот эта медикаментозная в лечении панических атак она знаете имеет временный эффект то есть можно конечно спасаться этими таблетками но рано или поздно если это дело слишком часто и это тоже перестает работать вот вот валидол в какой-то момент просто перестал уже работать перестал мне помогать я его сосала а ничего не происходило плюс естественно мне все врачи там знакомые врачи которых я потом спрашивала как спасаться от этого сказали что валидол это слишком сильное достаточно лекарство нельзя на него подсаживаться и у вас все в порядке с сердцем для чего вы это делаете я уже забежала немножко вперед потому что я действительно в какой-то момент когда устал от этих панических атак они у меня случались в метро как и у многих потому что в метро это тот самый фактор духоты который провоцирует паническую атаку и спазмом веке сосудистой системы то есть именно духота провоцирует в метро это как правило понимаете там ни окон ни дверей вентиляция не всегда хорошо работает это как бы еще подземное пространство опять же таки если мы поднимемся на гору или спустимся в подземелье то это будет нагрузка на наши сосуды потому что сосуды будут перетерпевать давление атмосферное давление вверху на какой-нибудь горе там две тысячи километров и внизу в подземелье нагрузка на сосуды соответственно провокация для панической атаки соответственно когда я пошла к врачу врач сделал мне все ЭКГ измерил сердце давление все прочее и сказал извините дорогая с вашим сердцем все в порядке окей я как бы как бы вроде бы груз с души сняли да что я не умирает сердечного приступа это не инфаркт не инсульт это сердцем все хорошо бояться не стоит но состояние это продолжались причем особенность панической атаки в том что она закрепляется в тех местах где вы это уже где нас испытали когда вы попадаете снова в это место то срабатывает триггер и вы начинаете чувствовать такое же состояние то есть если это случилось с вами в метро потому что там было душно да соответственно вы каждый раз пускать в метро начинаете бояться а страх первый фактор провокация то есть то что провоцирует паническую атаку это стресс второй это страх так вот страх это то что продолжает развивать ваш приступ то есть вы можете например сколько угодно там избегать каких-то там мест в которых с вами случилась паническая атака да но как только вы волей-неволей окажетесь где-то где хоть что-то будет вам напоминать ту ситуацию в которой она с вами произошла будет запускаться механизм страха вы будете опять испытывать то же самое состояние это рефлекс как у собаки Павлова да когда ей давали еду предварительно звоня в звоночек вот дзынь-дзынь собаки начинают отделение слюны потому что собаку научили что там где звоночек там потом и состояние да что его сейчас покормят так вот у больного панической атакой закрепляется место где это случилось или не знаю время суток где это случилось или время годок у кого-то например от дождя да потому что это скачок атмосферного давления любое соответственно природное явление да дождь град гроза скачок атмосферного давления сосуды на это реагируют страх в прошлый раз во время дождя случилась паническая атака и мы начинаем собственно говоря бояться как только мы начинаем бояться мы просто падаем как алиса в кроличью нору в эту паническую атаку и никто нас не может остановить никто не может нас спасти вот у меня такие ситуации были очень частыми обычно они случались вот у меня мой наверное триггер был это одиночество во первых у меня почти никогда не случались панические атаки когда я была с кем-то вместе когда я оставалась одна вот этот страх вот я сейчас одна если со мной что-то сейчас случится если опять начнется вот это состояние то все я умру и никто даже скорую не вызовет потому что я понимала что сама я скорую не вызову потому что вот это вот больницы врачи и вообще приедет скорая и что она скажет ну все вы умираете вам осталось жить пять дней то есть этот страх того что меня куда-то увезут в какую-то больницу и там будут все больные и врачи и вот эти ох вот этот страх больниц ну у меня с детства есть причина по которой я боюсь больниц и не люблю поэтому сама я скорую никогда не вызывала скорую меня всегда вызывал кто-то кто был рядом со мной и кто понимал что он не знает что делать вот поэтому каждый раз когда мне вызывали скорую это значит что со мной кто-то был в частности там мой бывший муж когда у меня были сильнейшие панические атаки там несколько недель просто он просыпался это ночью всё у меня случалось и вызывал скорую вот сама я никогда не вызывал скорую я терпела умирала мне было очень 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 страшно вот и поэтому когда я оставалась одна вот как раз все эти состояния наступали состояние больного с панической атакой Сложно понять тому, кто этим не страдал Поэтому часто там под моими постами или в сторис, когда я рассказываю про панические атаки Находятся какие-то умники, которые пишут Да, это все вы жиру беситесь, да делать вам нефига Да что за фигня, да что вы себе сами придумали, какую-то хрень Примерно так думают очень часто даже близкие родственники Когда понимают, что больной, который умирает от сердечного приступа Носится по квартире, потому что на самом деле активность очень большая И ничего не мешает человеку идти в этот момент куда-то, бежать Делать физическую какую-то нагрузку Потому что это не вопреки тому, что больные с сердцем И те болезни, которые себе больны, паническая атака присвоивают У тебя, у кого случается этот приступ Вот люди с такими болезнями, которые нам кажется есть у нас Они не могут ходить, бегать, они не могут стоять с дивана Больной панической атакой очень на самом деле активен В момент, когда с ним это происходит Подвижен, активен И вот когда ваши родные и близкие видят, что значит вы тут скачете Что вы сами куда-то дошли с этой панической атакой Вот, что вы, собственно, не посинели, не кочурились Они думают, что вы что-то себе придумаете Особенно, когда вызывают врачей И врачи раз за разом говорят, да все с вами хорошо Обратитесь к психиатру Ну а у нас, знаете, как в стране Психиатр это что? Это значит я псих, это я больной, шизофреник Одна девушка у них в комментариях написала Это не панические атаки, это симптомы шизофрении То есть у нас как? Если я не могу что-то понять То есть у меня нет эмпатии Я не могу почувствовать состояние боль другого человека На своей шкуре я этого не испытала Поэтому все, что я сделаю Это объявлю другого человека Сумасшедшим, шизофреником Выдумщиком, фантазером Собственно говоря И перестану обращать внимание на его состояние Между тем больные с панической атакой Конечно, каждый раз смотрят смертью в глаза Потому что каждый раз Ты проваливаешься в эту тьму Ты мучаешься с сердцем Абсолютно все, как тебе кажутся симптомы А поскольку обыватель не знает симптомов Сердечных заболеваний Поэтому то, как мы себе это представляем Это абсолютно сердечный приступ Это абсолютно инфаркт, инсульт и все И почему нас не понимают врачи Которые смотрят, слушают и говорят У вас сердце просто прекрасное Потому что по всем показателям Сердце действительно хорошее У больных панической атакой Как правило, с сердцем все в порядке Но тот механизм, который запускает организм Во время панической атаки Похож, знаете, на что? Для тех, кто никогда этого не испытывал Как будто за вами гонится маньяк Хотя я сейчас так сказала Как будто те, кто никогда не испытывал паническую атаку Испытывали состояние, когда за ним гонится маньяк Состояние дикого страха Вспомните, когда вам было последний раз Очень-очень-очень страшно Вот я не знаю, кто-то ломится к вам в дверь Или это кошмарный сон, где вам снится Что на вас напал маньяк Или что вы падаете с какого-то там высоты Или на вас кто-то бросается с ножом Неважно, вспомните состояние При котором вам было очень страшно Что в этот момент происходит? В этот момент у вас сердцебиение Ходышка Потому что организм запускает Эту адреналиновую историю Да, у вас хреначит адреналин По всем вашим венам Вот, вы чувствуете, что просто задыхаетесь Может случиться межреберная невралгия То есть, когда вам кажется, что на сердце что-то там Собственно говоря, колет, давит Почему, когда кто-то пугается В фильмах часто актеры это используют Испугали Там, не знаю, ваш сын погиб на фронте Приходит к женщине, к старушке там с вестью И старушка делает так Сразу хватается за сердце Потому что случается сразу Межреберная невралгия Которая, то есть, что-то там начинает болеть Как нам кажется, ёкать Плюс, значит, у меня, например, еще скручивала Так вот руки То есть, это бывает паралич Когда, ну, а нога отнимается Рука отнимается Под Потому что в под бросает От ужаса, да? Вспомните, когда там, я не знаю Двойку получили в детстве даже Ну, у кого не было Или там родители на чем-то поймали Сразу в под бросает То есть, фактически, это очень сильный Неконтролируемый страх Только, когда что-то в вашей жизни случается Ну, событие какое-то Когда вы понимаете, чего вы испугались Да, там Разоблачение Насилие Какого-то еще чего-то Вот то же самое Только уберите Вот этот фактор страха То есть, на вас идет Вы идете по лесу Там, на вас идет медведь Вот прям вот Вот в паре метров от вас стоит медведь В этот момент вы испытываете Ту же паническую атаку Вот Потом вы начинаете бежать И когда вы добежите И сядете, расслабитесь Вы ощутите еще Вообще весь спектр этой панической атаки Головокружение Ужас вас начнет отпускать Сердце бьется Ноги становятся ватными Подкашиваются Кого-то в туалет Да, почему говорят Извините А обделался от страха Потому что от очень большого ужаса и паники И шока Человек начинает тянуть в туалет По большому, по маленькому И он как бы не может себя сдержать Когда слишком страшно Вот все то же самое происходит с вами Только медведя убираем Медведь случился с вами Несколько недель или месяц назад Это какой-то стресс-шок Который вы пропустили Не сочли нужным Проявить эту эмоцию Испугаться Не поняли серьезность То есть вы испытали какой-то стресс В этот момент у вас запустился этот механизм Отсроченного действия И в какой-то момент Когда вы уже как бы Нету, скажем так Рядом раздражителя Нету этого медведя Но паническая атака Это такой, знаете Отсроченный испуг Отсроченные последствия шока Стресса и так далее Именно поэтому Если убрать из этой истории медведя Оставить только вас Который вот сидит И испытывает весь спектр Шока, испуга Но это испытывает ваше тело Ваша психика Ваша парасимпатика И симпатика Ваши вот эти нервные отделы Не вы сами Ваш разум, естественно, говорит В смысле, что Со мной все нормально же было Я же сегодня целый день работал Там ничего плохого не происходило Я спустился в метро Откуда вот это все? То есть вы не можете мозгом понять Откуда это все пришло Но по факту Вы испытываете тот стресс Какой был бы Если бы на вас напал медведь Или за вами гнался маньяк И так далее Вы испытываете полный спектр Этих эмоций Вот Собственно говоря Когда я столкнулась С этой панической атакой Это были 90-е годы Никто не мог мне подсказать Что с этим делать Врачи разводили руками Интернета тогда не было Информацию черпать было некуда И единственная Первая книга Которую я прочитала Про панические атаки И то, как прочитала Я же не знала, что у меня паническая атака Вообще ни за такого названия не было Был там Крис Называли какой-то Вегет-сосуистый Крис Еще что-то Так вот Я узнала, что есть Такой некий доктор Курпатов Нашла эту книжку Прочитала Она мне отчасти помогла Трезво Посмотреть Во-первых, я поняла, что у меня паническая атака Мне никто не ставил этого диагноза Это было такое На тот момент Самодиагностика Вот Я прочитала Поняла Как это все устроено И, в общем-то, те, кто Ну, хотят Как бы какую-то базу получить Да, то можно прочитать Доктора Курпатова От души рекомендую Там такая абсолютно Небольшая книжечка С абсолютно базовыми знаниями Про паническую атаку 16 лет Моих взаимодействий Борьбы И поиска Выхода из этого туннеля Привели меня к тому Что есть Гораздо больше причин Вызывающих панические атаки И не всегда стресс Есть и физические особенности И физика И то, что Внутри нашего организма И то, в каком состоянии Наши внутренние органы Может вызывать паническую атаку У панической атаки Есть много лиц И говорить сейчас И отправлять всех больных Симптомами панической атаки К психотерапевту Не совсем верно Вернее, в корне Не верно Потому что паническая атака Имеет Разные Пути возникновения Но в любом случае Понятно, что это Некая реакция тела На какой-то раздражитель Который находится в нашем теле Либо в нашей психике В любом случае Те, кто проходил Мой путь Водитель легкости Все знают Что все в нашем организме Взаимосвязано И у нас есть Мозг не только здесь И у нас есть Как бы разные системы Которые Запускают Нашу нервную систему Заставляют нас Что-то хотеть Что-то желать У нас есть еще Большой Скажем так Мозговой центр В кишечнике Вот И наши эмоции Часто зависят Не только от событий Которые есть в жизни Но и от работы Наших внутренних органов Поэтому Паническая атака Это не только Реакция на стресс Понятно, что Запуск Спусковой крючок Это страх Да, паническая атака Это страх Это страх От того, что ты умрешь Это самое основное Что, собственно говоря Позволяет этим приступам Развиться до невозможности Вот Но Причина Того, что с нами происходит Их очень много Именно поэтому Кому-то помогают психологи А кому-то нет Кто-то на таблетках И никак иначе Не может решить этот вопрос Потому что Просто не знает Что есть пути Пройдя которыми Можно избавиться От панической атаки Можно избавиться От того Что эту паническую атаку Вызывает То есть Стресс Будет А панической атаки Не будет Раздражаться Плакать Страдать Будете А испытывать при этом В панику И вот эти вот Состояния Я сейчас умираю Не будете Скажу сразу Для всех Кто сейчас Страдает Паническими атаками От этого состояния Можно Избавиться И Несмотря на то Что я 16 лет Искала как Ну Потому что Повторюсь Я очень глубоко Копала Я про панические атаки Знаю Я даже не знаю Я даже не знаю Людей Которые Настолько Глубоко Со всех сторон Ее изучили В моем окружении Таких людей нет Потому что Я Нашла Разных Специалистов Из разных Сфер И областей Вы даже себе не можете Представить Насколько Они разные Я обошла Их всех И каждый Этот специалист Внес Свою лепту В то Что Мои панические Атаки Вот уже Там 4-5 лет Может даже Чуть больше Уже Из моей жизни Ушли То есть Я просто Я могу Так же Стрессовать Я могу Так же Находиться В духоте Я могу Пить алкоголь Но Паническая Атака Не возникает И Это я Собственно говоря Достигла Именно потому Что Очень глубоко Копала И теперь Я знаю Методы Со всех сторон Как подойти К своему Организму Чтобы Исключить Все пути И все Способы Возникновения Панической Атаки Для тех Кто Повторюсь Мучается Потому что Мне очень Много Приходило Ну Невероятно Каких-то Эмоциональных И в анкете Вы писали Историй О том Как вам Плохо Как вы Переживаете Все это Повторюсь Я была На вашем месте Все Это Переживала Я Я переживала Панические Атаки Во время Беременности У меня Были Панические Атаки Во время Спектакля Когда Я должна Быть На сцене И Говорить Свой Текст А меня Хреначит Паническая Атака И я Просто Предупреждала Мужа Он со мной Играл Спектакль Или моих Партнеров Что я могу Сейчас Вообще Грохнется В обморок И Что может Произойти Будьте Начеку Естественно Ничего Никогда Не происходило Но я Всегда Этого Боялась Я переживала Во всех Городах И странах Мира Панические Атаки Я вызывала Скорую Ко мне Приезжали В Киев Врачи Делали Какие-то капельницы Успокоительные Что-то еще Я действительно 16 лет Жила с Паническими Атаками Они Естественно Были Не Постоянные Каждый День Бывали Приступы Когда Был Большой Стресс И я Действительно Каждый день Вызывала Скорую На протяжении Несколько Недель А бывало Когда Полгода Их не было И так далее Но все эти 16 лет Я Жила В ожидании Панической Атаки Приступы Отходили Приступы Приходили Для всех Тех Кто Сейчас В активной Фазе Своих Панических Атак Кто Действительно Или Близкие Ваши Мучаются Это Прямо Накрывает Постоянно Хочу Вот Просто Протянуть Руку помощи И сказать Что Это Лечится Лечится Не сложно Для этого Просто Нужно Разобраться В чем Основная Причина Возникновения Вашей Панической Атаки Физическая Она Не физическая Где у вас Проблема В какой Части Вашего Организма Где Тот самый Как бы Происел Сбой Из-за чего Организм Так реагирует На стресс Да Потому что Ну У кого-то Например От стресса Тошнит У кого-то Начинает Извините Писаться И не вылезать Из туалета Кто-то От стресса Тремор Да Он дрожит И трясется Кто-то Есть Перестает Что кстати Отличная Реакция На стресс Вот Кто-то Не ест Не ест Просто Кто-то Не знаю Там В истерике Бьется А кто-то Получает Паническую Атаку Это Не болезнь Это Не Смерть Это Не Серьезный Диагноз Это Просто Индивидуальная Реакция На стресс Но Чтобы ее Убрать Во-первых Нужно Осознать Да Что Бояться Нечего Но Не так То Просто Это Сделать Да Это Так же Как Когда Я Рассказываю Про То Что Надо Перестать Есть Сахар Или Кто-то Там Пытается Рассказать Как Просто Бросить Курить Да Для Этого Нужно Таким Образом Объяснить Человеку Весь Принцип Механизм Панической Атаки Чтобы Он Перестал Ее Бояться Это Разговор Не одного Часа Это Долгий На самом Деле Но В целом Да Где-то От Трех До Бесконечности Посещения Психолога Психотерапевта Потому Что Если Это Какой-то Очень Крутой Психотерапевт Который Собаку Съел На Панических Атаках То Конечно Возможно И Если Ваш Мозг Достаточно Восприимчив К Внушению Да И К тому Чтобы Информацию Перерабатывать Раскладывать По полочкам Когда Ваш мозг Чуть Сильнее Чем Ваш Инстинктивный Страх Даже Я бы Сказала На порядок Сильнее Тогда Возможно Там Вам Помогут Прочитать Книжку Сходить Три раза Один Два Три раза К психотерапевту Но Как показывает Статистика Очень Многие Люди К сожалению Ходят Больше Чем Три раза Это И Двадцать И Тридцать Ну Сами Понимаете Что Это Как бы Тоже Отдельная Статья Расходов Вот Выходите А дальше Уже Ждете Когда До вас Собственно Дойдет Эта информация Которую Психотерапевт Вам Расскажет Медикаментозный Есть метод Лечения Антидепрессанты Специальные Антитревожные Препараты Я тоже Их пробовала Но Поверьте Панические Атаки Часто Возвращаются Если Не убрать Основную Причину Их Возникновения Что В вашем Организме В психике Или В ваших Органах Идет Не так Из-за чего Таким образом Организм Реагирует На стресс То Антидепрессанты Собственно Говоря И антитревожные Препараты Они хороши Для тех Кто Ну для кого Просто Паническая Атака Стала Ну знаете Вот Как тюрьма То есть Когда человек Бросает Работу Когда человек Бросает Вообще Выходить на улицу Сидит дома Окружив себя Родственниками Близкими Людьми И боится Лишний раз Куда-то пойти Чтобы не дай бог С ним не случился Такой стресс Вот тогда Препараты Могут Быть Полезны Потому что Таким образом Ты снимаешь Какую-то тревожность Такую вот Основную Свою То есть Ты позволяешь себе Хотя бы Пойти куда-то И начать уже Над собой работать Потому что Есть люди Которые не могут Даже Психологу отправиться Так вот Друзья Не предлагаю Вас Всех не посылаю Сейчас к психологу Психотерапевту Просто рассказываю о том Что Это Ну такой путь Который надо проделать И он Собственно говоря Дорогостоящий Потому что Психологи Сейчас у нас Берут Три Это минимальное Я даже не знаю Таких уже психологов Может где-то Не в Москве Но у нас уже Там пять Шесть Семь Восемь Тысяч берут Психологи За прием Хорошие психологи Поэтому Это конечно Ходить Довольно Разорительно Вот Есть ряд Специалистов Которые тоже К сожалению Стоят Немало денег Но которые Помогут Обнаружить Причину Происходящего С вашим Организмом Заглянуть Посмотреть Разъяснить Поработать И так далее Также Для того Чтобы справиться С паническими Атаками Необходимо Учесть Какие Факторы Их провоцируют Я вам уже сказала Что самая Распространенная Духота Алкоголь Это то Что Провоцирует Сосуды Реагировать Паникой И Просто Любые Атмосферные Даже явления Знаете Там Магнитная Буря Дождь Град Снег Перепады Давления Это все Является Толчком К тому Что может Запуститься Механизм Панической Атаки А дальше Уже Ваш страх Ее разовьет До невероятных Высот Собственно говоря И вы Окажетесь На пороге Жизни и смерти Хотя могли бы Почувствовать Дискомфорт Сосудистый И свести Все на нет Есть Некоторое Количество Лично я Нашла Для себя Методов При помощи Которых Можно Как только Паническую Атаку Вы чувствуете Вы сразу Бац И знаете Что с ней делать Вы чувствуете Что она Сейчас Начнется Но вы Не позволяете Ей Начаться Это Очень простой Набор Методов Но Самое Главное Самое Главное Это в своей Голове Разобраться Что такое Паническая Атака И почему Мы ее Боимся Естественно В основе Наших Самых Больших Страхов Связанных С панической Атакой Атакой Сидит Страх Смерти Как правило Люди Склонные Отчасти К Ипохондрии Попадают В эту Категорию Страдающих От панических Атак Потому что Люди Которые Боятся Смерти Тревожные Которые Боятся За своих Близких Боятся За себя Боятся Все время Попасть В какую-то Ситуацию Которая Придет К смерти Я как раз В ту пору Когда страдала Паническими Атаками Панически Боялась Смерти Я даже Знаете Если проезжала Мимо машины В которой Сначала Авария И собственно Было понятно Что там Машину Разрезают Людей Оттуда Выносят Руки Ноги Вот весь Ужас Я никогда Не смотрела Туда Хотя Природное Любопытство Всех людей Конечно Толкает Повернуться И смотреть Все люди Если мы ехали В общественном Транспорте В трамвае Если вдруг Какая-то Авария Или кого-то Сбила машина Все люди Обычно Прилипали К окну И смотрели Кого Что И как Я Отворачивалась Сразу Потому что Знала Что если Я увижу Смерть Увижу Умершего Человека То Я на Неделю Две Точно Выпаду Из жизни Я буду Очень Депрессовать Мне будет Плохо То есть Страх Смерти Был Настолько Большой Что Конечно Когда Со мной Случалась Паническая Атака Этот Страх Разрастался До Невероятных Масштабов И Страх Что Смерть Со мной Случится И все Это Последний День Моей Жизни Он Становился Животным Это Как Инстинкт Самосохранения Когда Ты сидишь Дома И вдруг У тебя Начинает Кто-то Скриптись Замочная Скважина Ты понимаешь Что ты Никого Не ждешь И никто Не должен Сейчас К тебе Войти И вдруг Ты слышишь Хрязь Кто-то Ключом Все Животный Страх Сейчас Войдут Сейчас Меня Убьют А я Еще Склонна К паранойи Была Генетически У меня И мама Такая Боится Параной У нас В роду Все Женщины Были Параноидального Типа Часто Придумывали Себе То Что На самом Деле Не существует Те самые Страх Глаза Велики Если Кто-то Не отвечает На телефонный Звонок Ты рисуешь Картину Что Там Все Умерли Всех Расчленили Если Вдруг Ты слышишь Какой-то Шорох То Ты Вскакиваешь Идешь Смотреть Или Наоборот Боишься Мой страх Смерти Какого-то Нападения Еще чего-то Доходило до того Что я снимала квартиры Где я лежа на диване Должна была видеть Входную дверь Потому что Если я не видела Входную дверь Я не могла спать Я все время Прислушивалась Не крадется ли кто-то Не входит ли в дверь Так вот Если вы в себе Чувствуете Такие симптомы Такой Параноидального Страха Что с вами Что-то Произойдет То Пожалуйста Вы Самый Настоящий Адепт Секты Панических Атак Потому что Вот этот Животный Страх Смерти С ним Надо что-то Делать Пока Он Сидит Внутри Человека Страдающего Паническими Атаками Очень сложно Даже Если Ты Внушишь Человеку Что Это не так Страшно Вы не Умрете От Панической Атаки И так Далее Все равно Вы будете Пугаться И все равно Этот механизм Будет Запускаться И так Смотрите Что нужно Для того Чтобы избавиться От панической Атаки Понять Откуда Она Возникает Есть Повторюсь Не только Психоэмоциональные Причины Которые Вызывают Паническую Атаку Разобраться В своей Психологии Стресса То есть Почему Стресс Именно таким Образом Вытекает В вашей Жизни Убрать И постараться Избегать Всех Симптомов Провоцирующих Паническую Атаку Они у всех Могут быть Разные Вы сами Должны Понаблюдать Что Провоцирует На физическом Уровне Вашу Паническую Атаку У меня Это Повторюсь Духота И она Почти у всех Духота Это вообще Враг Для тех Кто Страдает Паническими Атаками Никогда 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 Не допускайте Себе Нахождение В душном Месте Я С собой Всегда Таскаю Веерочки Вентиляторы Сейчас Можно купить То есть То что Постоянно Будет Даже Если Вы Оказываетесь В метро Или Где-то В духоте Будет Давать Вам Вот Эту Прохладу Страх Смерти От Страх Смерти Нужно Избавляться Ну И Повторюсь Есть Еще Физические Причины По которым Возникают Панические Атаки Которые Находятся Внутри Нас И Если Это Исправить Если Подлечить Если Привести В норму И в порядок То Панические Атаки Не будут Возникать Стресс Будет Панических Атак Нет Собственно Говоря Не хитрые Там Получается У меня Пять Шагов Да Но Для того Чтобы Эти пять Шагов Собственно Говоря Вам Разъяснить Показать Рассказать Нам Не хватит Одного Прямого Эфира Мало Того Нужны Специалисты Потому Что Специалист Это Тот Человек Который В своей Сфере Знает Все И он Может Подробно На пальцах В терминах На рисунках На чем угодно Рассказать Вам И проработать С вами Эту историю Рассказать Вам Как Это Работает Что Происходит Я Не врач Я Человек С опытом 16 лет Борьбы С паническими Атаками И я Всех Этих Специалистов В своей Жизни Нашла Каждый Из них Работал С моим Подсознанием С моей Психологией С страхом Смерти С моим Организмом И Собственно Даже Есть Специалисты Которые Могут Рассказать Что В момент Панической Атаки Нужно Делать Какие Самые Экстренные Меры Можно Принять Чтобы Тебе Стало Лучше К тому же Скажу Ковид Почему Сейчас Такое Огромное Обострение Панической Атаки Потому Что Есть Страх Там Где Страх И Стресс Там Всегда Паническая Атака Страх За Жизнь Близких За Свою Жизнь Что Будет Завтра Как Вообще Все Это Скажется На Мне Где Буду Работать На Что Я Буду Жить То Мы Сейчас Живем В Нем 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 Нем